Каждый человек с радостью воспринимает добро. Добро – это то, что окрашивает нашу жизнь в совершенно особенные тона и придает смысл этой жизни. И каждый знает, что совершать добро непросто, но если сделал доброе дело, какой светлый след в душе. И, казалось бы, чего проще? Да совершай добро. И ведь Господь в мир пришел и учил нас тому, как совершать добро. А почему же Он не сказал нам, совершайте добро и будете следовать за Мной? А почему Он нам сказал, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной? Это, пожалуй, одно из самых необычных мест в мире. И, пожалуй, самая большая семья. Отец и больше двух с половиной сотен детей. Глядя в эти лица, не верится. Каждый из них мог остаться в одиночестве, мог умереть без медицинской помощи, мог не получить свою положенную ему частицу тепла и заботы. У них один отец на всех. В миру Михаил Жар, архимандрит Лонгер, настоятель Бонченского Свято-Вознесенского мужского монастыря. Это не приют и ничуть на него не похоже. Здесь детям дарят любовь, заботу, тепло. Все то, без чего не бывает счастья. Отец Лонген вспоминает, как взял первого ребенка, девочку. Я три года все время хотел идти к этому, но я не мог идти. И потом Господь показал мне, что это есть воля Его. Мы очень боялись этих детей, боялись их брать, боялись даже трогать руками. Не только мы, врачи. Когда мы первого ребенка забрали, то надо было открыть четыре двери, чтобы дойти до него. А там он один, двухмесячный ребенок. Девочка, которая исцелилась, и увидя ее, знаете, вы про все забываете на этом свете. От горя, от болезни, от всего. Вчера сам Святейший поблагословил. И то же самое сказал, что у нее вот такие прекрасные глаза. И оно, в этом все время она дает добро. Как солнце дает тепло, так и она, вот этот ребенок. Здесь, в Бонченском Свято-Вознесенском монастыре, Святейшего Патриарха ждали с особенным трепетом и надеждой. Никто из предстоятелей Русской Православной Церкви прежде не приезжал сюда, на Буковину, в небольшое село, практически на границе с Румынией. Мы находимся с вами в монастыре, где очень много употребляется сил и средств, чтобы помогать сиротам, бедным детям. Это ведь, несомненно, доброе дело. Мы знаем, что и вне пределов этого монастыря иногда помогают детям и несчастным, но подлинная помощь приходит вместе с любовью. Никаким воспитанием медсестер, никакими зарплатами тех, кто ухаживает за престарелыми и умирающими, не наполнить их душу любовью. Но как же оживает добродетель, если она исполняется по закону Христову? Если человек отвергается себя, жертвует собой, крест этот на себя принимает, тогда добро живет, расцветает, утверждается в мире сел. В этот день здесь был двойной праздник. Патриарх приехал сюда, чтобы осветить новый храм, самый большой православный храм на Буковине. От одной свечки зажигаешь весь храм. Так вот от Святейшего, как свечка, которая горит во главе нашей церкви православной, он вчера зажигал все наши души. Мы вчера уже чувствовали, что мы уже не одиноки, что мы не сироты в нашей православной вере. Оставление согрешений подашь, даруй им я же ко спасению прошения, воздвигни к деланию заповедей твоих, даруй им обновление дара святаго твоего. Перед проповедем он задумался. И подиакона не пускали, и они уже знают, не пускали в то время к нему. Я посмотрел, он готовился для проповеди. Он только готовился мысленно. И у него начали слезы течь по лице. Он от Бога взял этот свет зажигать сердца наши и души наши. В этот день патриарх говорил о любви. О той подлинной, жертвенной любви к ближнему, не требующей ничего взамен. О любви, которая созидает новое и не дает разрушиться хрупким человеческим жизням. О любви, ради которой любящий идет на жертву. И что такое добро? Ведь это деяние не для себя. Добром называется только то, что мы делаем другим. А можем ли мы сделать другим добро без жертвы? Без маленького пускай, но отвержение себя. Ведь делаем добро всегда за счет себя. Когда мы отдаем себя другому или другой, вот тогда и существует любовь. Это великая заповедь, лежащая в основе человеческих отношений. Отвергни себя. Не настаивай, не требуй, не борись за свои эти временные и человеческие цели и ценности. Отвергни себя и крест возьми. И следуй за Христом. И тогда будешь творить только добро, преображая жизнь окружающего мира.